Добрый вечер, Гомель. Почти 80 лет тому назад, в 1948 году, был основан Всемирный союз охраны природы, который является крупнейшей международной некоммерческой природоохранной организацией. Союз объединяет в мировое партнерство 82 государства и занимается освещением проблем сохранения биоразнообразия планеты. Предлагаю поддержать важную тему охраны природы этим добрым вечером, обсудить, как обстоят дела с экологией на Гомельщине и в Гомеле, и обсудить, что каждый из нас может сделать для сохранения природы. Дорогие друзья, высказывайтесь, интересуйтесь, советуйте. 34 22 43 номер нашего телефона в студии. Отправляйте также сообщение в Вайбер. Номер вы видите на экранах. В нашей области по биолого-экологическому направлению с детьми и молодежью работают опорные школы и 4 экологических центра. В Жлобине, Калинковичах, Светлогорске и Гомеле. Я хочу представить вам, дорогие друзья, воспитанников и педагога Гомельского областного эколого-биологического центра. Знакомьтесь, пожалуйста, рядом со мной Ирина Резникова, Даниил Исаев и педагог Сергей Александрович Сапрыкин. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, уважаемые телезрители. Скажите, пожалуйста, как давно вы посещаете экологический центр? Ирина. Я посещаю экоцентр уже целый год. Целый год. Значит, много интересного было. Даниил, а вы? Уже занимаюсь 4 года. Ну, Сергей Александрович, теперь вы расскажите, пожалуйста, как давно вы посещаете экоцентр? В нашем центре я работаю третий год. А когда были школьником, студентом, возможно? Нет? Не посещали? Этот не посещал, но подобные центры посещал. То есть именно этим направлением интересовались природа, это было ваше занятие. Да, было ваше занятие. Хорошо. Скажите, вот нравится вам то дело, которым занимаетесь? Я понимаю, что да, потому что год, два и три года не работают, не ходят, если не нравится. Но насколько нравится и чем нравится? Мне нравится, потому что мы узнаем много нового и ходим в разные экспедиции. Даже экспедиции есть. Это интересно, Данил, пожалуйста. Да, мне очень нравится, потому что я езжу в разные экспедиции, где получаем много нового опыта. Также проводятся разные мероприятия в нашем экологи-биологическом центре, которые всем нравятся. Но это только летом или зимой? Вот расскажите, что за акции, что за мероприятия? Нет, акции у нас проводятся летом, зимой, осенью и весомой. Постоянно. Зимой мы выбираемся в разные небольшие походы на пару часов, чтобы разведать какое-нибудь интересное место обитания какой-либо птицы, либо животного. А не называются ли эти походы экспедициями, научными экспедициями? Ну, научными экспедициями мы занимаемся в летнем промежуток времени. То есть есть такие, да? Да. Одним из них является исследователь, в котором мы привлекаем много новой молодежи, а также занимаемся научными исследованиями вместе с нашими педагогами. Сергей Александрович, добавите. Да, мы стараемся заниматься молодежью, чтобы они смотрели природные объекты именно в их стихии, в их местах обитания. Поэтому возим детей в лагеря, вот как сказали дети. Также это еженедельные, порой у нас есть и одноразовые такие экспедиционные выходы, когда мы с детьми, вот, например, скоро он будет тоже, находимся в естественных местах обитаниях животных, разные объекты проводим, открытые занятия на свежем воздухе, сжем костры, ну, весело проводим время. Ну, это очень здорово. А скажите, вот, насколько интересует молодых людей это направление? Ну, я бы сказал, находятся такие молодые люди, которым это интересно. И очень здорово. Что делать для того, чтобы таких молодых людей еще больше появлялось? Ну, может быть, такие программы в эфире, они будут популяризировать это направление, и наша молодежь будет... Ну, вы понимаете, что от вас все зависит сегодня. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы же пришли сегодня не с пустыми руками. Да, сегодня мы хотим нашим телезрителям показать, как можно из подручных средств приготовить вот такую интересную подкормку. Мы назвали ее сладкая шишка для тех птиц, которые остаются у нас в городе, зимуют. Да, сегодня у нас выпал, вчера выпал снег, сегодня он стал еще, ну, слой, скажем так, да, еще больше. И это уже стало актуальным. Все дальше корм от поверхности, да, и актуальность изготовления кормушек, шишек, наверное, велика. Хорошо. Ну, тогда, нет, еще вопрос. А вот это тоже ваше? Да, это совятник. Это ящик? Да, это будущий совятник. Мы сегодня расскажем, что это у нас за проект, ну, и в студии его немножко дособираем. Знаете, вот скворечник – это домик для скворцов, а совятник – это домик для ссов? Да, это дом для хищных пернатых, которые тоже встречаются у нас, может быть, не так популяризированы, как, может быть, скворцы. У нас такая большая программа на сегодня. Надеюсь, вы справитесь. Хватит вам времени программы? Надеемся, что да. Ну, проходите, пожалуйста, в сиреневую зону. Проходите. И я с вами спрошу, все ли здесь готово. Вот оцените. Что-нибудь еще нужно? Вроде бы нет. Вроде бы все у нас готово. Нет, все-таки, наверное, не все готово. Маргарин растопить. Маргарин растопить. Хорошо. Это мы обязательно сделаем. Я передам. Пожалуйста, молодой человек, возьмите у нас. И в ближайшее время это можно растопить. Что мы делаем? Пожалуйста. Ну, а пока, наверное, рассмотрите, что вам необходимо. Можно пока перчатки надеть и все прочее. Уважаемые телезрители, считается, что уменьшение количества видов и численности птиц – индикатор того, что город стал неблагоприятен для их жизни. О том, как птицам живется сегодня в городской черте и почему город не может обойтись без пернатых, расскажет старший преподаватель кафедры зоологии Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Ирина Витальевна Кураченко. Ирина Витальевна, проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Такую тему мы затеяли «Будь другом природы». Очень хорошую и актуальную в данный момент. Очень здорово. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы в науке, сколько лет вы интересуетесь птицами? Ну, я думаю, в районе 20 лет, потому что, обучаясь в аспирантуре, я как раз-таки и занималась исследованием эколого-популяционных особенностей паразитофауны. Именно паразитофауны, еще раз отмечу, сенантропных птиц. И их обитателей, и их гнезд. А вот преподаю орнитологию для студентов третьего курса биологического факультета специализации зоологии. На кафедре зоологии, физиологии и генетики. Это очень здорово. Сегодня, кстати, студенты биофака у нас в студии. Наверняка у них появятся какие-то вопросы. Мы приветствуем вас, уважаемые зрители. Ирина Витальевна, наблюдение за птицами с констатацией увиденного, все-таки, наверное, это не наука. Это скорее интерес и хобби, правда? Да, безусловно. Наука — это создание новых знаний, открытие чего-то. В орнитологии это так? Вы знаете, птицы всегда объект достаточно наблюдаемый. И очень большое количество людей, которые заинтересованы в изучении птиц. И, безусловно, даже ученые, они должны при регистрации птиц, должны обираться на те достижения, которые имеют любые наблюдатели природы. То есть любые люди, абсолютно, и преподаватели, и учителя, и школьники, те, которые занимаются исследованием птиц, но не научным, а именно как хобби. Но при этом, даже если они фотографируют, находят, например, окольцованных птиц, даже убитых, то в этом случае эта информация, она, безусловно, очень важна для ученых. То есть ученые собирают такую информацию? Безусловно. Вот в данный момент у нас с 1990 года создана национальная белорусская комиссия орнитофаунистическая с 1990 года. И в настоящее время на ее рассмотрение около 133 видов птиц. Вот последние данные, овсянка-крошка, она как раз-таки именно находится на рассмотрении для того, чтобы включить ее в орнитофауну Беларуси. А какие виды птиц, обитающие в нашей области, занесены в Красную книгу? Ну, вы знаете, достаточно много. На начало 2017 года вообще орнитофауна в нашей Беларуси представлена 329 видами птиц. 329. 329. На территории Гомичины более 200 видов птиц. Из них 52 занесены в Красную книгу. А вообще в последнее издание 2015 года таких видов 70. Как вы видите, 52 вида, это достаточно много и именно на Гомичине. Это много. Вот сейчас как раз наш режиссер предлагает нам видеостену, изображение, и наши телезрители смогут посмотреть. Ну, назовите, ну, скажем так, несколько видов птиц, которые, ну, совсем недавно были еще не в Красной книге, и вдруг их включили. Ну, вы знаете, в принципе, за последние 17-18 видов хохлаты жаворонок, да. Кстати, птица года 2017-го. И эта птица, она из четырех видов, зарегистрированных на территории Беларуси, именно жаворонков. Она достаточно интересна. В любом случае, 2018 год, это птица черноголового щегла. А вот это кто, посмотрите. Ох, не вижу. Это щегол или жаворонок? Это птица с хохлатой жаворонок. А, это все еще жаворонок, да. Это достаточно интересная птица. Щегол, она очень четко некоторыми признаками полевыми обладает черная-красная шляпка. А вот это щегол, да? Да, вот она, да. Красавица. Красавица. И как раз-таки на крыльях желтоватые от птицены имеются. Пятышки такие, да. Она яркая птица, достаточно зимующая птица, поэтому часто можно будет наблюдать. Ну вот, мне кажется, это одна из дивных птиц в Беларуси. Ну да, достаточно. Желтоголовый королек и сизоворонка мне больше нравится. Вот, удивительные птицы в нашей области все же есть. В редакцию звонил телезритель, такое бывает у нас, с просьбой сделать видеоматериал. Он даже давал нам задание. Сделайте, пожалуйста, материал о красавице сизоворонке. Вот она у нас сегодня представлена, да? Да, сизоворонка очень редкая для Беларуси птиц. В 70-80-х годах ее численность стала резко сокращаться. Она, в принципе, достаточно представлена в настоящее время только десятками пар. Да, если дальше ранее были десятки пар. И очень достаточно такая полупустынная, пустынная местообитание для нее характерно. Лесных массивов она, в принципе, избегает. И вот как раз-таки в последнее время она относится уже... А что ей так не понравилось у нас? Или яркая линия ее сгубила? Нет, я думаю, что неспособность конкуренции именно с другими птицами, которые вселенцы. Достаточно много в последнее время вселенцев в нашу фауну. Вселенцы – это те виды, которые у нас, ну, я пытаюсь для себя произвести... Да, горная трясогуска в последнее время. Это очень много пустынных видов. Хотя, в принципе, я так понимаю, что пустынные виды, которые сюда уже зарегистрированы на территории Республики Беларусь, они просто создали ей конкуренцию. И поэтому она, не выдержав этой конкуренции, в меньшей количестве. Это уже здесь, в данном случае... Ей есть, по сути, стало нечего. Да, все съели... Нет, она как раз-таки, посмотрите на ее мощный клюв. Она может, в принципе, напасть даже на мышонка. Поэтому основная пища – это, конечно же, беспозвоночная, достаточно крупная беспозвоночная чнистоноги. Очень хотелось бы мне задать еще один вопрос. Что мы, все мы, можем сделать, чтобы такая красавица продолжала жить на нашей территории? Но есть телефонный звонок. И давайте сначала слушайте его. Давайте. Здравствуйте. 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 Скажите, как вас зовут и какой у вас вопрос? Меня зовут Антон Павлович. И у меня вот такой вопрос. Получается, я житель Гомеля, проживаю в районе Волотовы. Это улица Петрусябровка. И вот скажите, получается, мне мешают жить вороны. Во-первых, они каркают. А во-вторых, я как автолюбитель паркую свой автомобиль прямо около дома. И знаете, каждый день наблюдаю такое, что... Ну, вы выходите, я понимаю, вы выходите с влажной салфеткой, да? К своему автомобилю. Ну да, конечно, мне приходится протирать, каждый день заботиться, чтобы у меня на лобовом стекле все нормально было, чтобы не стыдно по городу было ездить. Так вот у меня такой вопрос. Что делают вообще орнитологи и вообще городские власти насчет популяции ворон в городе? То есть их как-то контролируют или они так и дают, что будут мешать жить? Я поняла, Антон Павлович. Я не ошиблась, да? Вы хотите спросить, почему стало много ворон, почему они мешают жить горожанам? Да, да, да. Спасибо большое. Но за городские власти, к сожалению, пока не ответим. А вот Ирина Витальевна, как орнитолог, попробует... Попробует, да. ...предположить. Больше ли стало ворон? Нет, как раз-таки ворон меньше. А вот грачей достаточно большая колония и представлена даже вот недалеко от нашей телекомпании. Так, и кроме того, еще в Костяковке даже с нами большая популяция именно... То есть вы думаете, что жизнь, жить мешают все-таки грачи? Антон Павлович. Нет, и ни те, и ни другие не мешают. Просто мы сами виноваты в том, что птицы полусы ненантропаны превратились в синантропаны. Почему? Потому что грязно в городе, очень много свалок рядышком, пищи достаточной, поэтому птицы просто из окраина, естественно, переместились в город. То есть их не стало больше, популяция в той же численности находится. Просто они поменяли, скажем так, место обитания. Тем более грачи кочующие, в принципе, облюбовали российские грачи именно нашей территории. Российские грачи к нам. Ну, ранее как раз-таки из Калуги, как раз эти грачи... Вы даже знаете откуда. Да, ну, по данным орнитологов. Хорошо. Ну вот жителя Гомеля беспокоят. Что делать? Как быть? Куда-то обращаться? Или все-таки научиться жить? И как раз-таки вот именно не бросать остатки пищи, закрывать их в пакеты достаточно прочные и так далее. То есть вот следить за чистотой в городе, и тогда птице просто-напросто придется откачевывать более на окраину города. Спасибо, спасибо большое за ответ. Скажите, пожалуйста, вот все-таки о Сизоворонке, да? Мы не завершили беседу. Так, хотела задать вопрос. Краснокнижница. Краснокнижница, да, я поняла. Всего не так много пар осталось. Что мы можем сделать, чтобы, ну, их стало больше? Ну, в отношении Сизоворонки это уже больше, конечно, более узким специалистам нужно разговаривать, потому что, в принципе, и изменяя природные ландшафты, мы изменяем тем самым видовой состав птиц. Поэтому, ну, в принципе, страна болот и озер, наша Белоруссия, и, соответственно, водно-береговой комплекс достаточно хорошо представлен, болотные птицы, птицы открытых ландшафтов. И, в принципе, поэтому наличие вот именно изменения природных ландшафтов привлекло к нам изменение климата, соответственно, привлекло некоторых пустынных видов, которые вот как раз-таки изменили численность данной этой популяции Сизоворонки. Очень хочется надеяться, что такая красавица. Да, красивая, почти-почти райская птица, в окраске утрамарина. Вы так рассказываете, я понимаю, что это ваша любимая птица. Да, одна из любимейших, одна из любимейших, но я еще и люблю, бушаствую. А, у вас даже значок? Да. Ой, это здорово. Скажите, пожалуйста, вот как считаете, есть ли птицы, которых можно было бы сделать туристическим брендом в Гомельской области? Ну, я думаю, что Житковический район лучше всего представлен туристическими брендами, потому что там целый клондайк различных видов куликов. Если в отношении, ну, Гомельского парка, то там достаточно такого большого количества видов птиц. Думаю, поползень мог бы таким же видом стать. И щегол, хохлат, и жаворонок, которые достаточно большая популяция, вертлявая, камышовка, потому что как раз-таки большая часть популяции, европейской популяции, именно представлена у нас в болотных угодьях. А вот эти вот птицы, которых наш режиссер дает на экран, тоже, наверное, могли бы поучаствовать? Могли, тем более, у нас очень много достаточно городских популяций гутиных, и вот буквально вчера дежуря в общежитии на Петрусиапровке, как раз-таки телефонный звонок был оттуда, и обнаружила, что большое количество именно городской популяции кряквы у нас представлено на наших водоемах. На счетах за 2 секунды, да, за 33 птиц, из них было соотношение 1 к 2. Спасибо. Самцов оказалось меньше самок, в 2 раза больше. Есть у нас еще один телефонный звонок, давайте слушать. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, и в чем ваш вопрос? Светлана Степановна меня зовут. Очень приятно, Светлана. Я хочу продолжить, вот только что звонил мужчина по поводу птиц, и я хочу не так вопрос, как предложение свое. Я вот была в Минске, в Боровлянах, в поселке Лесном, вот этот опыт надо перенять. У нас люди уже привыкают к чистоте, но почему развелось столько птиц, столько грачей и столько ворон? Потому что контейнеры с мусором открытые. И вот пускай переймут опыт, поселка Лесного в Минске, там контейнеры все находятся в закрытом домике в таком. Я не знаю, как правильно называется. Ну понятно, с крышкой, да. Почти с клавишник. Вот, и когда мусорная машина приезжает, контейнеры оттуда вывозятся и опять закрываются. И люди во дворах, во дворах нет мусора вообще. Птицы этот мусор не разносят. Люди привыкли, люди в пакеты мусор собирают и выбрасывают в контейнеры. То, что предложили только что, в пакеты собирайте. Пакеты мы и собираем, но их птицы разливают. Но им ничего не стоит. И птицы настолько уже привыкли, что там лежит этот мусор, что их уже стаями они разводятся. Вот выход, выход. Один из простейших. Спасибо, Светлана. Это очень ценное замечание. Я думаю, что нас сейчас видят, слышат и возьмут на вооружение. Мы очень надеемся на это. Спасибо вам за то, что вы неравнодушны и смотрите нас. Готовьте ваши следующие вопросы. Дорогие друзья, я хочу обратиться к вам. Поддерживайте, пожалуйста, как наши телезрители, важную тему охраны природы этим добрым вечером. Узнавайте, как обстоят дела с экологией в Гомеле и области. Давайте вместе обсудим, что каждый из нас может сделать для сохранения природы. Высказывайтесь, интересуйтесь, советуйте. 34 22 43, телефон в студии. Отправляйте ваши сообщения в Вайбер. Каждый должен ясно представлять себе, что сохранение и защита природных богатств, охрана биосферы на благо будущих поколений – общая задача и священный долг каждого из нас. Есть люди, которые искренне переживают за природу, но многие относятся к ней безобразно. Как с этим бороться? Есть ли надежда, что наше экологическое сознание вырастет? И что беспокоит сегодня экологов Гомельщины? Спросим у нашей гости. Людмила Назаренко, заместитель начальника Гомельской гороинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Людмила Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот мы вас очень ждали. Вы слышали вопрос, слышали. Ну, чуть позже его обсудим, хорошо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот что больше всего на данный момент беспокоит экологов Гомельщины? Ну, экологов Гомельщины в настоящее время беспокоит все. Все направления, касающиеся охраны окружающей среды. Давайте перечислим основные. Основные. Значит, обращение с отходами. Ну, вот это то, что говорили, да, отходы. Да, отходы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Так. Сохранение природных территорий, особо охраняемых, значит... Ну, вода, наверное, в состоянии воды. Воды, почвы и наведение порядка в целом на земле. Ну, и зеленое насаждение еще сюда добавим. Естественно, да. Сюда добавим зеленое насаждение. Вот как вы считаете, что должно быть в приоритете? Экономика или экология? Я думаю, что в век развития такого, да, невозможно как-то отделить экономику и экологию. В настоящее время уже, в общем-то, есть такие моменты, когда на предприятиях руководитель четко осознает, что без эколога на производстве не обойтись. И вкладываются в это, да. И есть такие примеры, вот в производстве, когда, значит, казалось бы, реализуются экологические проекты, но в то же время получают экономический эффект. Таким примером у нас в Гомеле можно привести добычу газа на городской свалке по Реческому проспекту. Значит... Добыча газа на городской свалке? Да. Значит, при добыче биогаза на городской свалке добывают электроэнергию, которая потом отдается в промышленность, за счет чего удешевляются энергетические ресурсы. Вот еще, если бы кто-нибудь сказал, как много этой электроэнергии, вот на что ее хватает? Ну, посчитать, насколько ее хватит, ну, таких, в общем-то, расчетов мы... Не проводили. Не проводили, да. А это было бы очень наглядно, мне кажется. Совершенно верно. Людмила, еще. Вот был вопрос, я просто боюсь его забыть, да? Было, точнее, предложение сделать баки, мусорные баки, вот как домики. Ирина Витальевна говорит, как скворечники, да? Как советники, например. Елена, я хочу сказать, что у нас в Гомеле такой опыт есть. У нас основным предприятием, которое занимается сбором, утилизацией отходов бытовых, то есть отходов населения, является спецкоммунтранс предприятие, коммунальное унитарное предприятие спецкоммунтранс. В настоящее время все наши, ну, в основном все наши контейнерные площадки в городе переданы спецкоммунтрансу для обслуживания. Может быть, вы уже и видели такое в городе, создаются такие, вот, как вы говорите, как домики, где ставятся... Я пока не встречала. В моем районе такого нет. Можно это встретить уже есть по улице Комсомольской, по Победе у нас. Это в самом центре. В самом центре, да, пока. Ну, то есть, понимаете, не на все же хватает денег сразу. Ну, очень надеемся, что этот опыт распространится. Да, создаются такие домики, которые закрыты, туда такие специальные контейнеры закатываются, вот, как вы говорите, как коробочка такая, да, с крышкой. Я помню, в Японии такие именно есть. Да, смотрите, вы объясните мне, я не понимаю. Вот я принесла пакет с мусором, я должна что-то выкатить, положить и закатить? Нет, абсолютно нет. Вы открываете крышку, ложите туда пакет с мусором и закрываете. Когда приезжает машина специализированная забирать этот контейнер, его выкатывает, он выкатывается туда. Они из легкого металла, по-моему, белые. Они из легкого металла, белые, совершенно верно, да. Вот, и дальше, когда уже контейнер выгружен в мусоро-сбурочную машину, контейнеры устанавливаются обратно на закрытую контейнерную площадку. То есть, да, тогда... Я немножко говорила немножко о других, потому что, в принципе, приучить людей закрывать, открывать, не всякий это захочет, потому что он уходит как раз таки, да, 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 идёт. А я немножко у других, они прямоугольные. Ну, это уже менталитет, это уже нужно сознание людей менять немножко. А вы говорили о скворечниках. А там немножко иначе, там пример, вот японский пример, у них имеются прямоугольники, а внутри сделаны отверстия, и именно в отверстие по размеру нужно выбросить мусор. Ну, таким образом у нас сегодня пластик собирают, вот в отверстие, если вы видели стекло... Ну, и с экологической точки зрения действительно легче. Разделяя стекло, бумагу, текстиль. Текстиль, совершенно верно. Спасибо. Я хочу призвать наших телезрителей к активности 342243. Номер телефона, пожалуйста, звоните. И я вижу, что наши зрители в студии тоже хотят задать вопрос. Машут мне. Я иду к вам, молодой человек. Да, вы готовы задать свой вопрос. Кстати, кому вопрос будет? Людмила Николаевна, Ирина Витальевна. Добрый вечер. Свой вопрос хотелось бы отрисовать Людмиле Николаевне. Скажите, пожалуйста, что делать в ситуации, если заметил, как срубают дерево, на котором есть гнездо черного аиста? Спасибо за вопрос. Значит, если вы встречаетесь с такой ситуацией, необходимо в обязательном порядке позвонить к нам в инспекцию, либо в Омельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщить о данной ситуации, сообщить место, где происходит данное правонарушение природоохранного направления. И наши специалисты обязательно выйдут туда, обследуют ситуацию. То есть в обязательном порядке это будет пресечено, потому что удалять незаконно деревья, тем более когда есть гнездо аиста, категорически запрещено. За это предусмотрена административная ответственность. Я поняла, Людмила Николаевна, осталось только горячий номер назвать, по которому звонить можно? Можно позвонить к нам в инспекцию по номеру телефона 34 12 58. Если бы у вас еще трехзначный был номер, совсем было бы здорово. Нет, к сожалению, у нас такого номера нет. Зеленый телефон у нас он называется в комитете природных ресурсов. К сожалению, я его не назову сейчас, но такой номер телефона у нас на сайте областного комитета природных ресурсов. Спасибо, спасибо вам за информацию. Есть еще, я так понимаю, вопрос. Конечно, я подойду к вам. Ваш вопрос к кому? Добрый вечер. Ребятам можно задать вопрос? Ребятам можно. Ребята, можно вам вопрос задать? Конечно. Ребята, скажите, а какие виды птиц встречаются на данных кормушках? Сверистели и большие синицы. Спасибо вам за вопрос. Я так понимаю, что мне нужно к ребятам подойти, спросить, как у них дела, как работа идет. У нас все продвигается полным ходом. Мы уже облепливаем свои шишки вкусным пшеном и семечками. Также у нас уже растоплен маргарин. Вы работаете. Мы работаем. Вы в процессе. Так мы ответили полностью на вопрос или еще можно добавить? Я добавила. Пожалуйста. То, что у нас стоят тут одни из многих видов кормушек. Если мы берем такую кормушку бункерного типа, то могут туда прилетать зяблики, зеленушки, дубоносы и многие разные другие виды. Если на такую, то это больше простой вид кормушки, который уже вывешивается возле детских садов, чтобы маленькие дети видели уже синищик, чтобы было все открыто. А на шишки еще раз сверистели, Ирочка. Да, и большие синицы. И большие синицы. Боже, я представляю, как это вкусно. Прямо вот хочется попробовать. Спасибо, ребята, но вы еще в процессе. Да. Так, хорошо. Спасибо. Уважаемые участники, у нас есть телефонный звонок. Давайте еще слушать телезрителя. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вас зовут? Добрый вечер, Гомин. Меня зовут Герасим, я снеглюбкий. Очень приятно, Герасим. Как там дела с птицами? Прекрасно, Лена, прекрасно. Прекрасно. Хочу вам подарить два куплета. Герасим, скажите, какие виды птиц вы наблюдаете? Ну, наблюдаю синиц. Так. Ворон. И, между прочим, мне очень нравятся вороны. Вороны. Вам нравятся аудоды, скажите? И хочу подарить подарок. Аудоды у вас там в неглюбке встречаются? Гомельчане, берегите нашу землю, лес и воды, даже тонкую блиночку любя. Охраняйте всех зверей внутри природы. Убивайте лишь зверей внутри себя. Как сказал поэт, великий русский гений, Александр Сергеевич Пушкин, мой кумир. Природа человека делает добрее. Без сомнений, без нее не выживет наш мир. Берегите, пожалуйста, природу, гомельчане. Спасибо, Герасим, вам аплодисменты. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, Людмила Николаевна, помогают ли профессиональным экологам волонтерские организации и вот детские объединения? Насколько они помощники? У нас, в общем-то, в Гомеле волонтерское движение наиболее организовано, наверное, в университетах, да, высших учебных заведений. Наши студенты, присутствующие здесь, они активно участвуют. Именно, убирают мусор и так далее. То есть вот тут, особенно в пятом микрорайоне, в Лотове, часто были акции такие. Это вот, наверное, озера, да, озера, это по берегам убирают мусор. Да, но я хочу сказать, что кроме волонтеров еще у нас существует молодежная ассоциация АСДЭМа, которые также являются активными участниками всех акций, которые проводятся республиканские. Это они, кстати, вот недавно боролись с борщевиком? Совершенно верно. Значит, недавно была проведена акция областным комитетом природных ресурсов по борьбе с борщевиком Сосновского. Это инвазивное растение, численность которого должна регулироваться. Очень сложно происходит борьба с борщевиком, поэтому было принято решение провести такую акцию. И действительно АСДЭМа приняли участие, поддержали эту акцию. Очень часто принимают акции, участие в акции «Чистый водоем». Весной у нас всегда проводится ежегодно акция «Посадим лес вместе» всегда при участии молодежного движения, волонтерского движения. Это интересно, это правда, это каждый чувствует. Осенью ежегодно проводим акцию «Уберем лес вместе». То есть во всех этих акциях принимают участие волонтеры, молодежная ассоциация. Например, у нас еще есть такая общественная организация «Доброта», когда, например, дикие птицы или животные, маленькие животные попадают в бедственное положение, там поранено или маленький питомец выпал из гнезда или, например, там где-то потерялся. Значит, передаем в это добровольное общество на лечение или на передержку. И в последующем, если оно выздоравливает, выпускаем в дикую природу. Это очень здорово. Я хочу прямо сейчас обратиться к сообщениям, которые приходят в Вайбер. Валюша пишет. Вот, ну, интересно. Здравствуйте. Послушала звонок. Парню мешают вороны. А я беспокоюсь об одной из них. В районе 24-го детского сада живет ворона, у которой сломано крыло. Она не может летать. С холодами на крыле появляется наледь. Ей трудно передвигаться. Люди, как могут, подкармливают. На нее смотрят дети и хотят как-то ей помочь. Подскажите, как? Больно смотреть. Спасибо. Вот такой отзыв. Значит, я могу сказать следующее. При горосполкоме создана специальная комиссия по оказанию помощи диким животным и птицам, попавшим в бедственное положение. Всегда можно позвонить на горячую линию горосполкома. Соответствующие службы будут уведомлены о том, что, например, дикое животное или птица, попавшая в бедственное положение, находится по такому-то адресу. Выйдет специализированная служба. Эту птицу или животное отлавливают. Значит, ее обследует ветеринарный врач. И дальше, в зависимости от того, какие повреждения получены птицей, даются рекомендации. То есть ее можно отдать, опять же, на передержку в добровольное общество для того, чтобы подлечить. Ворону. Ну, даже ворону, любую птицу, да. И если она вылечит, то есть если есть возможность ее вылечить, то дальше выпустить ее в дикую природу. Если, конечно, такой возможности нет, то, соответственно, ее потом можно попытаться устроить в зоопарк или там... Ну, я думаю, что Валюша услышала ваш ответ, воспользуется информацией и будет вопрос решен. Следующее сообщение. Мне 15, я тоже хочу в такие походы. Ребята, наверное, о тех походах ваших. Макс. Вот. Вот такое есть сообщение. Возьмете. Куда, кстати, приходить заниматься в эколого-биологический центр? Где находится? Это Ириненская, 18А. Трехэтажное здание. Ириненская, 18А. Недалеко от городского центра культуры, наверное. Да, да. Да, пожалуйста, приходите. Так, и еще от Оксаны сообщение. Современный человек настолько далек от природы, что ее наличие в городской жизни – это уже не норма, а проблема. К сожалению, пишет Оксана. Вот такой отзыв. Спасибо всем телезрителям. Пожалуйста, будьте активны и дальше. Звоните, присылайте сообщения. Ну что ж, я хочу еще спросить у вас, Людмила Николаевна, хватает ли нашему региону экологов? Наши вузы сегодня готовят экологов. Но для того, чтобы эколог стал профессионалом, квалифицированным, конечно, необходимо его учить, растить, воспитывать, потому что мы все понимаем, что придя после вузовской скамьи на производство, на госслужбу, то есть недостаточно того багажа знаний, который… Я бы сказала, практиковать. Практиковать, да, да, совершенно верно. Для того, чтобы стать квалифицированным специалистом-экологом, конечно, нужно заниматься очень много самообразованием, повышать свой уровень профессиональный. Ну и, в общем-то, проблемы, конечно, всегда существуют, но, тем не менее, мы пытаемся их решать… С помощью Гомельского государственного университета. Что-то мне сегодня хочется сказать городского университета. Ну, городской переведения. Волнение, Волнет, областное. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорина. Да, совершенно верно. Экология кафедра как раз на географии. Ну, у нас еще и Белгуд готовит тоже специалисты. Экологов. Так, скажите, пожалуйста, а можно ли сказать, что у жителей города, области растет экологическое сознание? Так хочется порадоваться. Думаю, да. Да? Да. Аплодисменты. Белязи на этих детей. Я бы сказала, да. Сегодня достаточно много неравнодушных граждан, жителей нашего города сообщают о том, где совершаются правонарушения природоохранного характера, помогают нам в этом бороться. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что у наших жителей уже самим хочется повышать свою культуру, экологическую и, в общем-то, жить в чистом городе. Это дело каждого из нас. Это дело каждого из нас. Сегодня мы скажем это много раз. Спасибо. Ирина Витальевна, я предлагаю вам пройти к ребятам и посмотреть, как у них обстоят дела. Ребят, ну что, тут все получилось, уже подсыхает, да, я так понимаю? Да, у нас было шесть шагов. Мы их уже все реализовали небольшими усилиями. Маргарин у нас являлся таким скрепляющим веществом. То есть мы окунали шишку в маргарин? Нет, точнее нет. А как? Мы брали маргарин, смешивали с пшеном и мукой, что давало такое своеобразное тесто. Также можно сюда добавлять семечки. И потом, потом окунали уже саму, облепляли руками. Вот поэтому вам перчатки нужны были, да? Да, маргарин более клейкое свойство имеет, поэтому было легко приклеить. А чем еще можно заменить маргарин? Маслом. Сливочным маслом, да. Ну, дороговато будет. А вот, кстати, как по пользе? Ну, понятно, что проса, семечки, это все полезно для птиц. Но жир-то, наверное, не очень. Да, печень будет страдать в птичье. Здесь недостаточно, ну, не такая большая концентрация этого вещества попадет. Оно, как правило, как связующее вещество нам нужно, для того, чтобы зерно, оно не осыпалось. Скажите, пожалуйста, вот это вот ваше, как будет укреплена вот эта кормушка первая? Бункерная, бункерная кормушка. Так сказал Даниил, да? Ну, бункерного вида. Она прикрепляется, может, как и металлической лентой к фасаду здания, то, что не мешает, или просто сверху можно сделать дырочку и прикрепить к ней нитку, чтобы повесить для детей на какое-нибудь дерево. Скажите, пожалуйста, вот если наблюдать за птицами на кормушке, то лучше их в доступном для себя месте, к стеклу, например, укрепить? Это достаточно правильно или нет? Да, я вполне у себя так дома повесил перед окном эту кормушку. А как проблема гибели птиц от стекол? Особенно в ясную погоду, особенно когда снег блестит, и тогда может птица погибнуть. Поэтому лучше, скорее всего, их распределять на недоступном месте и на высоте полтора-два метра. Это вот уже данные. Как правило, лучше это делать в тех условиях, которые для птиц более привычные. Это, скорее всего, какие-то кроны деревьев, либо какие-то небольшие кустарники. Я говорю, я об этом и говорю, в более укромном месте, но доступном для вас, потому что эту кормушку нужно... Также в нее подсыпать корм. Пополнять, правильно. Ну, мы обязательно об этом поговорим. Ирина Витальевна, вы присаживайте, потому что нам нужно разобраться с этой вот прекрасной штуковиной. Я ее так назову. Давайте же скорее доделаем советники. Объясните мне, как сюда совы будут с какой стороны попадать. Это наш уже проект практически готовый. То, что мы решили создавать искусственное гнездование для сов, чтобы увеличивать их популяцию. Хорошо. Даниил, а это им нужно? Да. Ну, если скворцам нужны скворечники, то вот совам нужны советники? Александр. Ну, в ходе... Даниил сначала, да? Хорошо, да. В ходе хозяйственной деятельности человека уничтожаются природные гнездования сов. Мы помогаем им, создавая вот эти вот самые совятники, чтобы они размножались. То есть туда как раз вот две и... Одна. Одна поместится, да. Понятно. Давайте действуем. Просто завернуть шурупы, да, сделать крышу, чтобы не мокли совы. Это, конечно, очень важно. Пока ребята работают, я у Иры тут поинтересуюсь, еще есть возможность, вот я смотрю, там чуть-чуть не доделано, да, у вас есть еще возможность доработать? Да. Пожалуйста, да. И как долго должны сохнуть эти шишки? Маргарин быстро застывает, поэтому... То есть как застыл, так сразу и можно вешать? Да. Их не обязательно наложить в холодильник, хватит просто подержать на подоконнике. Просто вот так берем руками. Вот так вручную, да. Да, и прикрепляем. Ира уже и без перчаток. Да, я уже... Ну, руками оно чувствуется лучше. Угу. Все хорошо. Ну, здесь получилась такая из спроса шишечка, а вот те больше с семенами подсолнечника. Да. А вот кто какие семена больше любит? Какие птицы? Такие семена больше любят синицы и... Роса? Да. А семечки? А семечки воробьи. Угу. Мне кажется, воробьи вообще всеядные, им все нравится. Да? Хорошо. Спасибо большое. Ну, доделывайте, если что-то еще нужно сделать. Ребят, ну как у вас? Как тут советник? Ну, мы готовы. Все, вы готовы. Вот не надо ни красить, ни шпаклевать, все вот в таком домике вполне. Он четко напоминает им естественное убежище, то есть дупло, ну и будет такой хорошей альтернативой для него. Чем естественнее, чем цветом приближен к дереву, тем лучше. Хорошо. Так, вот такая хорошо ли видно нашим телезрителям? Жалко, мы не можем ее вот где-нибудь прикрепить. Кстати, мы в лесу ее прикрепим, да? Да, конечно. Это будет лес, это будет высота около 10 метров, ну и, как сказал Даниил, это будет жесткая лента, которая будет дерево не повреждать, но к нему достаточно хорошо крепится. Я понимаю, Даниил, что сейчас актуальны как раз вот шишки, кормушки разного вида. Кстати, делают сейчас кормушки из фанеры, из дерева? Делают такие традиционные? Да, также практикуют это, делают, конечно. Ну, кому, конечно же, не лень, это и есть этот материал, чтобы это делать. Ну, а этот под руками, вот вырезали, собрали, вот и готовая кормушка. Так, а еще, а скворечники делаете зимой, к весне? Готовим, Саня, летом? Да, конечно, готовим. Скоро будем в этом тоже участвовать, когда разберемся с нашими советниками. Ну, вы присаживайтесь, пожалуйста. Вот, наверное, вы, вот как раз идет видео, да, материал? Да, технология нам знакома. Очень здорово, да. Присаживайтесь и будем размышлять дальше по поводу кормушек и их наполнения. Я предлагаю такую тему, как вы поддержите? Вот, я, Ирина Витальевна, слышала, что кормушки, это иногда даже и не благо. Соглашусь. Вот почему? Вообще, птиц подкармливать нужно, если это водоплавающие, то когда морозы минус 15. Воробьиных, понятно, подкармливать нужно постоянно, но при этом нужно знать, каким видом корма. То есть кормушки все же благо, когда по определенным правилам, да? Безусловно, и когда они постоянно пополняются. То есть ребята делают хорошее дело, потому что они знают, как это делать. Я предлагаю дать минимальное, ну, скажем так, базовое знание нашим телезрителям, которые хотят помочь птицам зимой, если будет достаточно снега, да? Как им правильно построить эту работу? Я предлагаю, ребята, вам поучаствовать и Ирине Витальне. Вот у меня такой вопрос. Каков все-таки должен быть режим подкормки птиц? Всегда должны быть в кормушке семена, там, крошки и так далее? Или не всегда? Сколько? Как много класть? То есть, пожалуйста. Я считаю, что должно быть постоянно, однако не должно быть его много. Его должно подсыпать равномерно, но часто. Равномерно, часто. А если человек работающий, то лучше не заваливать кормушку, наверное? Нет, ну, вот у нас данный проект кормушки тоже, то, что у нас получается, то, что у нас сверху открывается такая крышечка, ну, туда засыпается на день весь корм, и он постепенно, по мере опустошения кормушки, высыпается сам по себе. Человек с утра насыпал, ушел на работу, вечером пришел, если захотел, еще досыпал, либо завтра с утра уже. И в данном случае есть верхняя крышечка, которая препятствует попаданию туда влаги и снега, чтобы замерзание не происходило. Скажите мне, пожалуйста. Хотел бы дополнить в отношении кормушек, дело в том, что есть еще поведенческий такой, я бы назвал, механизм, который срабатывает у птиц. Если телезрители хотят присоединиться к этой важной работе, как подкормка птиц зимой, то не надо забывать о том, что это не на неделю, это не на месяц, это на всю зиму. Потому что если птицы будут привыкать к этой кормушке, они будут уже ее планировать посещать на протяжении дня и будут совершать свои перелеты таким образом, чтобы попасть именно к вам в кормушку, в определенные районы, даже в определенный двор. И если они не будут там находить корм, они будут прилетать туда практически ежедневно. То есть они потратились силы. Ежедневно, они будут тратить свои силы и в конце концов погибнут. Это очень важное замечание. Безусловно, 5-6 часов работы, а все остальное, холодную зиму, ночь пережить зимнюю, это достаточно сложно будет, если не найдут корм. Я не знала, это интересно. Скажите, пожалуйста, Ирина Витальевна, а есть ли вот запрещенные продукты для птиц? Безусловно. Что нельзя класть в кормушку? Нельзя. Чипсы. Это часто просо использовать можно, а вот пшено ни в коем случае. Черный хлеб нельзя использовать. Если вы хотите хлебом, то в этом случае он должен быть подсушен. Кроме того, не соленое сало нужно использовать, соленое табу. Жареные семечки табу. Жареные семечки? Но ребята использовали, по-моему, сушеные. Я уже обратила внимание, и с такими знаниями я понимаю, что они уже явно подготовлены. Ну вот где размещать кормушки, мы уже поговорили, да. Возле окна все-таки не очень. Нет, не стоит. Так, и, наверное, еще и потому, что не все соседи будут довольны, Даниил, правда? Особенно нижние этажи, да. Ну да, да. Согласись. Вот. И есть еще такое мнение, что не всех птиц нужно подкармливать. Водоплавающих не надо. Ребята, что-то можете сказать по этому поводу? Да. Не обязательно подкармливать снегирей, так как эти птицы кочевники. И они уже отвыкли от подкормки людьми, поэтому они просто переселяются на разные места и питаются тем, что есть там. Также у нас есть такие виды, как галки, грачи и ворона, которые свободно питаются в общем доступе из наших мусорок, как было сказано до этого, и то, что ты этого не будешь делать, их подкармливать, если эта птица не больна или не сломано крыло, как тоже нам говорили. Мне еще очень интересно вот о чем узнать. Есть городские птицы, которые живут в городе, но есть же недалеко от города, в частности от Гомеля, лесополосы, так? И, наверное, какие-то птицы прилетают в город подкормиться тоже. Расскажите, каких можно встретить, ну лесных, так можно их назвать, да? Лесных птиц. Ну, парков, садов, в принципе, больше, конечно же. Основные лесные птицы, они, безусловно, корм найдут там. Полевой жаворонок, я уже говорила, что в центре, к центру города, а не к окраинам, как в летний и весенний период. А именно он может даже настолько с таким мощным достаточно клевом, может промерзшие семечки, семена доставать, насекомых, которые замерзли, вмерзли в снег, вот с таким клевом. Кроме того, в такую холодную зиму он взрывается в песок, как и куропатки, извините, в снег, как и куропатки, да. Так что и достаточно интересная птица в этом вопросе. И птицы в основном, безусловно, ближе к городу, потому что пищи хватает. Кроме того, вы ребята правильно сказали, и сверестели, и снегири, и чечетки, они действительно эмигрируют, совершают качевки, но снегири иногда отправляются на подкормку, если во время качевки они обнаружили очень вкусное питание. Мне кажется, что все-таки редко мы стали видеть снегири. И сверестели бывают, прям стаями налетают на рябины. Стаями, да, хорошая, красивая птица. Вот, а снегиря редко встречаешь. Да, достаточно редко встречаем, потому что больше они откачевывают все-таки чуть-чуть южнее, чем у нас. Южнее? А я думала, что им наоборот, жарковато у нас. Мне казалось, что снегирь, он обязательно в мороз. Дрозы у нас прекрасно оставляют потомство, так что нет, просто он немножко в других районах. Спасибо. А у нас дрозный рябинник большей качевки совершает, и как раз вот как раз рябина-сверестель, они на пару употребляют этот замечательный корм рябины. Полезная, интересная информация. Дорогие друзья, поддерживайте, пожалуйста, важную тему охраны природы этим добрым вечером. Узнавайте, как обстоят дела с экологией в Гомеле и области. И давайте вместе обсудим, что каждый из нас может сделать для сохранения природы. Вы помните номер нашего телефона? 34 22 43. И вы можете писать в Вайбер. Номер вы видите на экранах. Дорогие друзья, быть другом природе – это значит быть другом прежде всего себе. Здоровье человека во многом зависит от чистоты воздуха, питьевой воды и качества питания. Чтобы обеспечить себя и семью здоровыми продуктами, можно подумать о разумном земледелии, осознанном отношении к земле, взаимовыгодном сотрудничестве с ней с учетом ее законов. И я приветствую в студию, приглашаю в студию Сергея Кривенкова, который следует принципам природного земледелия в работе на своем участке. Проходите, пожалуйста, Сергей. Добрый вечер. Вы прям вот совсем со своим. Да, всегда с собой ношу. Здравствуйте. И даже зимой это надо? Ну, зимой на самом деле не надо. Снег выпал, так что инструмент спокойно ждет весны. Ну, я поняла. Вы сегодня будете учить нас, как этим пользоваться. Ну, пусть это будет ружьем, да, которое висит на стене и которое чуть позже выстрелит. У меня такой вопрос вам. Ну, вот мы сегодня говорим об экологии. Как вы соотносите это понятие экология и садовый участок? Ну, на самом деле экология для меня это прежде всего это бережное отношение к природе и ко всему, что нас окружает. Это первое главное. Второе, как любого человека беспокоит свое здоровье, здоровье своих близких. Соответственно, это второе, что я понимаю под экологией. Это экологические продукты, конечно же. Ну, и что мне еще нравится, ну, это мое личное, мое хобби, мое увлечение. Это мне нравится общаться с садоводами и делиться, собственно, опытом в этой сфере экологического земледелия. То есть вам есть что рассказать? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, ну вот экологичное земледелие, да, в чем оно заключается? Это, ну, я так понимаю, это нет яда химикатом сразу, да? Верно, да. Продолжайте. Ну, если вот касательно темы, то первое, конечно же, мы не загрязняем землю минеральными удобрениями. Мы ими не пользуемся в своем земледелии. Второе, вы уже упомянули, это мы яды химикаты также не применяем, не обрабатываем ни в борьбе с вредителями, ни с болезнями. И третье, это гербициды, которыми тоже грешат многие садоводы. Мы тоже их не используем в борьбе с сорняками. Собственно, я это называю и экологическим земледелием. Ну, вот сидят сейчас и слушают телезрители и говорят, ну, что же этот Сергей вырастет на своем участке, если не борется с карландским жуком, если, ну, скажем так, не опрыскивает там томаты какими-нибудь, подскажите чем, медным купоросом, да, и еще масса всяких препаратов. Ну, что же там может вырасти, если там не подкормить фосфорными удобрениями помидоры, там, или перцы? Вырастут отличные экологически чистые урожаи. Да ладно. Да правда. Ну, земля же обедняется, вот каждый год высадите культуры, вытягивают, а как... Все в оборот применяют ямы. Все верно. На самом деле много очень методов природного земледелия, которые позволяют прежде всего сохранить почву и сделать ее плодородной. То есть, по большому счету, вот те садоводы, которые традиционники, можно так сказать, которые по привычке пользуются там минеральными удобрениями, ядами, про которые вы говорили, они ведь это делают не потому, что им это нравится. Ну, абсолютно нет. Конечно. Надо что-нибудь на сохранение урожая. Ну, все стремятся получить урожай. Я же не исключение. Мне тоже хочется не просто повозиться там с инструментом, не просто побывать на участке... Удовольствие от работы на земле получить. Да, получить удовольствие и при этом не получить урожая. У меня тоже задача стоит получить урожай. Так вот, садоводы, традиционники, они просто не знают, как сделать по-другому. Первый шаг, он очевидный, это нужно узнать и все. Узнать и попробовать. Хорошо. Но все же, вот давайте, смотрите, трава растет, листья в саду, да? Мы привыкли это все, ну, за свой участок куда-то вывезти. Это правильно? Это правильно. Это правильно вы говорите. Много вредителей, они... А Сергей говорит, что нет. Пораженные. Оставим траву у себя на участке. Совершенно верно. Так. Все очень просто. Послушаем. Если задуматься, или вот ребята ходят в походы, в экспедиции, в лесу ведь никто не ходит ни с лопатой, никто не сходит ни с удобрениями, ни опрыскивает. А в лесу все растет, на лугу все растет. О чем это говорит? О том, что природа так устроена, что можно, не вмешиваясь в ее, скажем так, ход естественных вещей, получить и хороший результат. Собственно, органика, про которую уже упомянули, это листья, я как-то говорил, что листья вот люди сжигают, на самом-то деле их сжигать не нужно. Собираем. Это кладезь органики. И даже поврежденные вредителями. Поврежденные вредителями. Тоже? Если среди листвы попадаются больные листва, ничего страшного в этом нет. Знаете, такой прием, как компостирование. То есть я использую компост в этом компосте за счет того, что температура высокая, бактерии, которые плохие, скажем так, болезнетворные, про которые вы говорите, они просто погибают. Хорошо. А споры куда деваются? Вот я помню просто разговоры вот эти многолетние давности, что споры, фитофторы обязательно нужно убирать. Ну как, не споры, а вот поврежденные томаты, поврежденные стебли, листья, их нужно убирать с участка как можно дальше. Можно я так отвечу? Да. Если бы я занимался научной деятельностью, я бы начал бы вам рассказывать, куда улетают споры, как они выглядят под микроскопом. Но я просто вот выращиваю на своем участке и получаю урожай. Овощи выращиваем, ягоды. Соответственно, я делаю так, беру в грядку, складываю листья осенью. Грядка у меня сантиметров 40 по высоте, 40 минимум по ширине. В эту грядку я просто складываю листву, бактериями полезными добавляю туда, или черви, у кого что есть из полезной бактерии. Весной я туда высаживаю рассаду и в течение сезона использую какие-то методы своего земледелия природного, нашего. И в итоге получаю хороший урожай. Куда улетают споры? Я, честно говоря, без понятия. Вы не заинтересованы, но урожай получается хороший. Вот наш режиссер сейчас выводит в линию методы работы, виды работы. Возможно, и урожай появится здесь. Да, вот урожай может и появится, да. Я, если хотите, здесь могу прокомментировать. Там инструмент есть, он у нас в студии как раз. Так, давайте, давайте, инструмент. Давайте, может быть, смеси. Ну, давайте. Я вам дам вот тот, который полегче. Так, это как называется? Это называется культиватор стриж, я его называю еще скоба. Инструмент, немножко переверните его. Наоборот, наоборот. Вот так, да. Все, я поняла. Очень будет легко рыхлить землю. Совершенно верно. Без перекопки рыхлите и пропалываете. Ну, он такой острый, наверное. Сорняки подрезайте, да. Нужно быть осторожным. Второй инструмент, он, в принципе, ну, больше на мужскую руку рассчитан. Но если у вас тяжелая плотная земля и лежит солина, то мотыгой вот этой очень удобно эту грядку обработать так, что не будет болеть опять-таки спина. И при этом земля останется неперекопанной, рыхлой, хорошей. И еще чем мотыгам не нравится, я в случае, если выращиваем картофель, ей очень удобно окучивать. Она широкая и надежная. В принципе, вот эти инструменты, они очень хорошо помогают нашим земледелиям. Мне, я не ослышалась, вы сказали, вместо перекопки можно мотыгой. А как же наш тык лопаты, там, осенью перекопать, чтобы все жуки, личинки промерзли? Да, это есть такое понятие перекопка в традиционном земледелии. В методах природного земледелия, как факт перекопки, используется только тогда, когда мне нужно посадить яблоню. Тогда, да, нужно брать лопату и выкопать грядку. А если мне нужно сделать грядку, то я просто беру либо культиватор стриж, либо мотыгу и рыхлю землю. Хорошо, Сергей, подождите. И морковка у вас вот такая не растет? Вот только из-за того, что я так делаю, она такая не растет. А те, кто перекапывает, те как раз борются с вот такой вот несимпатичной морковью. Ну вы поняли, о чем я говорю? Вот такая, у которой там 83 хвостика. Более того, тот садовод, который сейчас смотрят наши телезрители, он вспоминает, что вроде перекопал осенью, вроде и весной перекопал. А начинается сезон, грядки посадили, морковь посадили, подходишь к земле, прошел что, дождь, посветило солнышко, земля какая? Плотная. Что мы делаем? Садоводы берут тятки и начинают мотыжить. Мы чуть по-другому делаем. Я на своих грядках укладываю просто скошенную траву сверху. Скошенная трава, это мульчирование еще называется. Это препятствует, во-первых, влага хорошо держится, во-вторых, земля всегда рыхлая. Какой слой травы? Слой минимум 5-7 сантиметров. Это прилично травы надо накосить. Это хороший слой, да. Это вокруг всего участка. Вокруг участка идеально будет. Английский газон. Сергей, а давайте спросим вот у Людмилы Николаевны, что она скажет о таком природном земледелии. Вот вам нравится, как экологу? Вы имеете в виду внесение органических удобрений вместо химических удобрений. Но с точки зрения экологически чистого питания, то, конечно, органические удобрения лучше. Так, вопрос второй. А вот то, что не перекапывают почву, это действительно лучше как-то влияет на землю? Может быть и... Но в любом случае на своем участке я тоже не перекапываю землю. Не перекапываю. Я, получается, переворачиваю, и он оказывается внутри. А поверхностный слой вновь без плодородного слоя. Так, а я перекапываю. Надо это перестать делать. Ну почему он без плодородного? Плодородный слой занимает где-то порядка 15-20 сантиметров. Это смотри на каких? Если бедные почвы кислые, то вряд ли. Поэтому то, что там проходит вспахивание и перекапывание, я считаю, что плодородный слой от этого не страдает. Другой вопрос, что когда вносятся органические удобрения, в любом случае их же нужно перекопать, перепахать, чтобы там оно вот это перегнило. Вот что, Сергей, как? Так, все легко, все очень просто. Я общаюсь по своему, опять-таки, увлечению с садоводами. Как правило, какие садовые участки нам достаются дачникам? Это либо пески, либо болото. И там плодородного слоя уже давно нет. Безусловно. И люди сталкиваются с тем, что нужно этот плодородный слой создавать. Да. И поэтому то, что люди вот начинают на своих грядках не перекапываться, только рыхлить, это как раз-таки первый шаг к тому, чтобы это восстановление начало происходить. Да, изначально, понятное дело, я говорил там про лес, про луг, что там когда-то нам от предков досталась земля хорошая. Но, к сожалению, вот нашим дачникам, и у меня, допустим, в деревне участок, там тоже пески. И там плодородного слоя давно уже нету. Поэтому приходится его создавать. И тем не менее перцы растут достаточно. Растут теплые грядки. Вот органические, про листья я говорил. Ну это то, что про листья говорит Сергей, это теплые органические грядки. Листья, огурцы, все на этих грядках хорошо. Хорошо, еще такой вопрос у меня. Вот мы сегодня говорили о том, что если есть стабильная численность птиц в городе, значит нормальный экологичный город. А вот какой признак скажет о том, подскажет, что с почвой все в порядке? Ну тут опять-таки телезрители тоже могут, наверное, уже ответить на этот вопрос. На самом деле, если есть дождевые черви на грядках, значит у вас уже потенциально экологическая обстановка хорошая. То есть это первый признак. Ну спасибо, спасибо, Сергей. Я незамедлительно к Вайберу зачитываю вопрос. Рика, мне кажется так. Добрый вечер. Интересует вопрос ласточек, которые живут в дачных домах. Каким образом их можно отводить от постройки гнезда в таком месте? Птенцы вываливаются и разбиваются о землю. Спасибо, Анна. Ну для этих целей нужно пораньше оказаться на дачном участке и обратить внимание, какой у вас дом. Если он кирпичный, то будет городская ласточка, если деревянный, то в основном будет деревенская ласточка. Да что вы, слушайте, как интересно. Если вы хотите именно препятствовать ей сделать свет гнездо, если вам это так мешает. В этом случае да, только пораньше. Потому что к тому моменту, нет, просто чтобы она еще не начинала эту работу. А если уже вы приехали и уже... Это все. Ну нежелательно это делать. А если вот несколько таких фрагментов. Обратите внимание хотя бы на тот момент, что она еще не начала кладку яиц. Тогда только можно будет. Она тогда приступила к дрову. Ну обычно, если ваш дом оплюбовала ласточка, а они очень требуют или не знавой территории, то тогда это сложно бороться с этим. Если сложно бороться, ну считайте, что это хороший знак. Ну может быть. Вот так, станьте другом ласточки. С точки зрения прозитологии это не очень. Всегда понятно, когда идет дождь. Да, кстати, да-да-да-да, пойдет, когда пойдет дождь. Людмила Николаевна, вам вопрос. Согласовывают ли с экологами составы смесей, которыми будут посыпать улицы зимой? Нет. Не согласовывают? Нет, с экологами эти смеси не согласовывают. Вот стоило бы, наверное. Ну, может быть. Вот куда это обратиться? Как? Ну просто на законодательном уровне нет такой процедуры. Она не прописана как согласование смесей для посыпки улиц. И еще короткий вопрос. Ну, наверное, на сложный ответ. Сколько живет дерево в городских условиях? В городских условиях дерево может жить достаточно долго. Думаю, и до 50 лет. Потом, ну просто в зависимости от того, что вот... О его состоянии. Да, да, совершенно верно. Потому что есть санитарная вырубка, ну, как уже говорили ранее, срубить дерево, это очень достаточно проблематично. Нужно доказать, что оно действительно у нас находится в плачевом состоянии, достаточно сложно. Спасибо, Ирина Витальевна. Я вижу, что здесь замечательные проспекты. Да. Как только программа завершится, мы раздадим вот эти закладочки. Это закладочки для тех, кто занимается кормушками. Смотрите, буклетики разные, наклейки с птицами, да? Мы раздадим все в зал, чтобы ребята знали, помнили и были друзьями природы. Уважаемые телезрители, я благодарю вас за активную жизненную позицию. Спасибо вам за сообщения и звонки по телефону. По подсчетам ученых, если хотя бы 5% населения Земли немного изменило свои привычки в быту, то планету можно было бы спасти от загрязнения и можно было бы улучшить экологическую ситуацию. Достаточно выполнять простые действия. Экономить воду и электричество, оставлять меньше мусора и сократить пользование бытовой химией, а также покупать экологические продукты питания и прививать своевременно экологические привычки детям. Дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер, Гомель». Я ведущая Лен Троценко. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин